Межрегиональная общественная организация «Народный контроль» продолжает работу по защите прав юридического лица, который обратился в общественную организацию за защитой нарушенных прав. Это акциональное общество Староуткинского литейного завода, который расположен на территории Шанинского района, поселка Староуткинск. Сегодня общественники повторно посетили этот поселок, выехали в предприятие Староуткинского литейного завода. Это предприятие занимается изготовлением продукции для различных мощностей, а также идет производство некоторых деталей и некоторых частей для оборонно-промышленного комплекса. В прошлом году обратился директор Староуткинского литейного завода, который находится непосредственно в поселке Староуткинск на улице рабочей молодежи 1. Обращение поступило на бездействие администрации Шанинского района, так как на совершаемое самоуправленное действие председательного ресурса никакой реакции с их стороны нет. Эти предприниматели, которые занимаются непонятно чем и производят непонятно что, всячески пытаются противодействовать энергоснабжению предприятий ОСТЛЗ. ОСТЛЗ посетили местную администрацию, поговорили с руководителем, с заместителем главы по архитектуре, который нам дал пояснение. На наши вопросы мы конкретных ответов так и не получили. В момент нашего посещения данной администрации, глава администрации поселка Угорг отсутствовала на месте, мы поговорили с заместителем и с руководителем архитектурного отдела, который нам дал пояснение относительно того, на каких основаниях проводятся земельные работы этой организации и выдавлены ли официальные документы. Добрый день. Из общественной организации «Народный контроль» к нам обратились жалобы на действия ОРесурс. Это предприятие, которое находится недалеко от компании ОСТЛЗ, которая занимается выпуском оборонной продукции. И тут у них возник такой конфликт сторон. То есть они не обеспечивают доступ на территорию этого предприятия. И в настоящее время идут исковые заявления направлены и ждут решения суда. Да, я немножко в курсе, но это не моя направленность. Вам, наверное, надо с Максимом Игоревичем поговорить. Это глава, да? Зам. ЖКХ. Глава у нас уехал. А он на месте, Максим Игоревич. Можете поговорить? Давайте посмотрим. Посмотрим. Спасибо. Добрый день. Из общественной организации «Народный контроль». Максим Игоревич, вы, да? Да. У нас, смотрите, проблема какая. К нам обратились жалобы на действия ОРесурс. Мы из общественной организации «Народный контроль». Наша основная задача – это защита прав и свободы граждан и юридических лиц и предпринимателей. К нам обратились жалобы. Жалоб за то, что не обеспечивается доступ на территорию ОРесурс, так как идет высоковольный кабель. Предприниматели, которые занимаются бизнесом на этом предприятии, они не обеспечивают доступ. То есть, они всячески пытаются, значит, оказать противодействие их официальной работе. Этот объект занимается, ну, изготовлением продукции, в том числе и оборонно-промышленного комплекса. И, соответственно, есть проблема. Вы по этому поводу можете что-нибудь прокомментировать, сказать? Прокомментирую, что ситуация есть такая. Ситуация, знаю. А как-нибудь обеспечить доступ, там, чуть-чуть опрос? Нельзя? Ну, официальные переписки, как с ОРесурс, так же и с литерином заводом. Литерином, я все разъяснил с точки зрения законодательства. Нет, просто они сейчас начали по новой раскопке какие-то вести. Они вообще что на этом участке, чем занимаются? Просто какая деятельность расширяется, непонятно. То есть, чем они там занимаются? То есть, они заготавливают металл или изготавливают какую-то продукцию, или есть какая-то польза этой организации? Просто мы не можем понять. То есть, люди, которые, грубо говоря, обеспечивают наш оборонно-привычный комплекс, изгадят детали и запчасти для некоторых военных производств, им дают, как бы, не дают возможности нормально этой работой заниматься. То есть, они то кабель режут, то копают, что-то, как бы. Ну, проблема есть, она актуальна. И, как-то, вот, хотелось бы решить вопрос в положительную сторону. Ну, проблема есть, проблема актуальна. Это спор других лиц. Юридических лиц, да, да. Который, насколько я знаю, что в суде решает эти вопросы, что касаемо литейного завода, когда они обращались с официальным заявлением, просьбой обеспечить им энергоснабжение, скажем так, литейного завода, мы с ним проработали. По временной схеме они установили столбы. То есть, завод сейчас работает, не знаю, на полную, не мощностью на полную. Ну, еще один вопрос, а в какую деятельность-то все-таки занимается ресурсом? Что они нам делают? Экскаваторы работают? Это же должно быть разрешение на земные работы, правильно? Чем они вообще занимаются? Или у вас здесь можно просто копать? Просто понять надо, да, официально ли их деятельность, чем они занимаются, что они вообще? А как строительство может быть получено, если там идут две ветки подземного кабеля с охранной зоной? Хорошо, давайте сделаем так. Я комментировать далее не буду, лишь по одной причине, потому что у меня есть информация и про эти кабеля, и про то, что там делает ресурс. Не, ну разрешение на земные работы вы выдавали? Ваша же администрация, правильно? Разрешение на земные работы не выдавалось, потому что там не проводятся земные работы, там нет перемещения насыпного грунта, плодородный слой почвы не нарушается. Администрация поселка Огры в настоящее время организована воздушная ветка, через воздушную ветку передается вот это вот энергоснабжение. Как и описывалось в наших предыдущих сюжетах, мы озвучивали проблему обеспечения энергоснабжения в донатом предприятии о ресурсах, так как в летний период времени этот кабель был обесточен. По их слов, якобы они проводили какие-то земельные работы, и с вещем кабель был поврежден, и доступ к обеспечению энергоснабжения предприятия был сведен на нет. И, соответственно, сейчас в настоящее время судебный иск подан у ОСТЛЗ, суд, значит, постоянно откладывается, копают какие-то ямы, то есть непонятно, чем они занимаются, то ли они, значит, проводят какие-то земельные работы, или проводятся идеологические работы, мы не понимаем. Вопрос, ответ еще задавался заместителю главы администрации поселкового округа Максиму Игоревичу, ему был задан вопрос, выдавались ли документы на предельных земельных работ или нет, ну, ответ мы сами видим, какой мы получили. Общественники уже получили ответ и из прокуратуры, и из администрации поселка округа. Восковые требования, они пока еще не выполняются, с вещем. Общественники пока проводят мониторинг, внимательно изучают ситуацию и держат на контроле эту проблему, так как та работа, которая проводится с талилитейным салоном, она немаловажна. Здесь идет обеспечение оборонной промышленности, формируются дневные заказы, выполняются сроки, идет логистика этих составляющих, этих компонентов, производств на другие предприятия, которые, в свою очередь, изготавливают различные виды вооружений, которые, в том числе, поставляются в зону проведения специальной военной операции, проводятся на территории, в том числе, на новых территориях Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok